Имидж и репутация одного из лучших учебных заведений города находится под угрозой. На четвертом этаже учебного корпуса 33 гимназии с потолка четвертого этажа обвалилась штукатурка. Ситуация названа аварийной. К счастью, детей в тот момент в школе не было, но родители утверждают, аварийные участки были ограждены еще в октябре. Моя дочка училась на четвертом этаже. У нас класс находится на четвертом этаже, но в новом здании. О том, что потолок сыпется, ребенок не говорил. Она сказала, что у нас были огорожены некоторые промежутки рекреации, чтобы избежать этих опасных ситуаций. Чтобы конкретно что-то сыпалось и что-то упало, ребенок не рассказывал. О возможной опасности руководство школы знало гораздо раньше, но кардинальных мер по решению проблемы предпринято так и не было. Тревогу забила в прошлом году временно исполняющая обязанности директора Ольга Золотова. В региональном правительстве данный случай считают возмутительным. Не понимаю, почему за 5 лет, в течение 5 лет, наблюдая такую негативную динамику технического состояния крыши, по-моему, все прекрасно понимают, что в любом здании основа фундамент и крыш. И не предпринять ничего, довести до такого состояния, что сейчас перекрыт целый этаж. И, в общем-то, родители сигнализируют о том, что они просто физически боятся сюда везти детей. Ну, это немножко непонятно для меня эта история. Капитальный ремонт в гимназии проводился 15 лет назад. На потолок четвертого этажа тогда не хватило средств. Заменено было все, кроме перекрытия четвертого этажа. Чердачных перекрытий. Ну, на этом просто ни средств, ни сил не хватило. А в управлении образованием постоянно нам мы ремонтировали кровли. Кровли же огромное количество. Полторы тысячи квадратных метров здесь. Четыре с половиной тысячи мягкой кровли. Мягкую кровлю мы полностью всю сделали из этого. На это просто ресурсов не хватило, денежных средств. Поэтому произошла ситуация, которая произошла. По словам директора, тревожные сигналы были еще четыре года назад. Тогда ситуация, конечно, не была аварийной. Управлением школы было направлено восемь официальных писем с просьбой выделить дополнительные средства на ремонт. Не будем сейчас вступать ни в какую спору. Мы занимались конкретной мягкой кровлей, выделяли деньги на нее. И все силы и средства были потрачены на то, чтобы привести ее в достойное нормативное состояние. Мы это сделали. Я еще раз повторю, что вопрос о состоянии вот этой части кровли, он у нас появился не так давно. По официальным данным, ежегодно на подготовку школы к учебному году выделялось около миллиона рублей. На что же шли эти средства, только предстоит выяснить. Ведь ремонт кровли, цена которому в то время составляла миллион, так и не был сделан. Теперь сумма увеличилась почти в 10 раз. Возможно, что придется подключать областной резервный фонд. Мы реально готовились к документации еще с сентября месяца, потому что мы просто оказались в упадовой ситуации, когда мы, узнав о проблеме, были вынуждены зайти в учебный год. То есть, поэтому другого варианта не было. Поэтому данный ресурс мы сейчас будем в любом случае изыскивать, снимать с, может быть, не менее важных статей. Что касается наказания виновных, здесь, я так понимаю, не снимаю вину ни с кого. Здесь есть вина и моя личная, и заместители, и руководители образования, и, извините, руководители образовательного учреждения. Во главу гимназии директор Николай Михайлович встал в 1987 году. За его плечами более 30 лет стажа. Но ситуация с аварийной крышей не может остаться без внимания. У меня есть к вам предложение. Сейчас завершить достойно этот учебный год. Соответственно, как ответственный человек, как мужчина, довести его до логического конца. Но в дальнейшем признать то, что за это время материально-техническая база этой школы доведена до недопустимого состояния. Ну и, наверное, тогда сложить себе полномочия руководителя этого образовательного учреждения. К 20 апреля будут готовы результаты экспертизы, чтобы сразу выставить объект на аукцион и найти средства для капитального ремонта. А пока учебному процессу ничего не мешает. Завершать этот учебный год школьники будут, обучаясь в две смены. Ну, моей дочери, она пришла и говорит, тяжело, я не привыкла к такому режиму. Но ситуация так сложилась, что, ну, потерпим. Надеемся, что к 1 сентября гимназию отремонтируют, и мы зайдем в новые здания, отремонтированные уже с новыми надеждами. Начать ремонтные работы планируют сразу же после выпускных вечеров и завершить их к началу учебного года, чтобы дети не страдали из-за ошибок взрослых. Кристина Жакот, Руслан Баталов, Новости Ульяновской правды.